Уважаемые участники и гости третьего международного форума по педагогическому образованию. Добрый день, уважаемые участники. Дамы и господа, уважаемые коллеги, дорогие наши студенты. Позвольте мне открыть работу форума и сердечно приветствовать вас в стенах Казанского федерального университета. Наш университет, как вы знаете, был основан в 1804 году и является старейшим после Московского непрерывно существующим университетом России. Уже в наше время указом президента Российской Федерации он включен в государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации. За свою богатую двухвековую историю университет внес заметный вклад в отечественную и мировую науку и образование. На разных исторических этапах ученые Казанского университета создали славу его химической, физической, математической, астрономической, геологической, лингвистической, востоковедческой, психологических, научных школ, выстроили систему преемственности. Международную известность университету принесли имена математика Николая Лобачевского. Кстати, этот год объявлен в университете годом Лобачевского в связи с его юбилеем. Химиков Николая Зинина, Карла Клауса, Александра Бутлерова, астронома Ивана Симонова, физиков Евгения Завойского, Семена Атшулера и многих-многих других выдающихся ученых. Здесь проходило становление известных писателей Льва Толстого и Сергея Аксакова, основателя Советского государства Владимира Ульянова-Ленина и первого председателя Совета народных комиссаров Александра Рыкова. В ряду известных наших современников, выпускников Казанского университета, министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Анатольевич Никифоров, премьер-министр нашей республики Алексей Валерьевич Исошин, мэр Казани Иссор Раисович Мечин, член Совета Федерации, Федерального собрания Российской Федерации Олег Викторович Морозов, которые присутствуют здесь в этом зале и, наверное, еще будут выступать, и многие-многие другие, которые, работая в различных структурах власти, в организациях науки и образования, прославляют свою альмаматор. Основываясь на глубоких исторических традициях, наш университет и сегодня занимает ведущие позиции в российской и мировой науке. Поэтому вполне естественно, что в 2010 году именно на базе Казанского государственного университета был создан Казанский федеральный университет, призванный стать одной из точек роста науки и образования в современной России. История высшего образования в России не имела прецедентов такого масштабного объединения нескольких вузов, как это произошло в Казанском федеральном университете, когда за несколько последних лет в его состав влились 7 ранее самостоятельных высших учебных заведений различного профиля. Я их перечислю. Это Казанский государственный университет, Татарский государственный гуманитарный педагогический университет, Академия государственной службы, Казанский финансово-экономический институт, Елаборский государственный педагогический университет, Камская инженерно-экадемическая академия, а также Казанский филиал Российского экономического университета. В результате сейчас Казанский федеральный университет входит в число 10 крупнейших вузов России. Здесь обучается без малого 44 тысячи студентов, в том числе 4200 из зарубежных стран. Реализуется порядка 700 основных и более 500 программ дополнительного образования. В 2013 году в результате конкурсного отбора наш университет был включен в число 15 участников проекта повышения глобальной конкурентноспособности ведущих российских университетов, известного также как проект 5100. Все это позволило нам расширить то научное и образовательное ядро, которое вошло в Казанский государственный университет. Идея тесной научной кооперации и междисциплинарного взаимодействия, то есть там, где реально могут развиваться прорывные исследовательские направления, нашла воплощение причин создания и идеологии развития Казанского федерального университета в его новом формате. Это также явилось мотивом для введения новых или воссоздания утерянных на разных исторических этапах направлений подготовки. К ним прежде всего относятся медицина, фармацевтика, инженерия, востоковедение и педагогическое образование, собравшие сегодня нас в этом зале. Значение подготовки учителей является сегодня необычно важным для любого общества. Педагогическая деятельность всегда была и остается в профессии, адресованной в будущее. В этом заключается и очарование ее, и, конечно же, ее сложность, что в полной мере отражается и специфики педагогического образования. Поэтому в последние годы педагогическое образование находится в состоянии поиска пути, обновления и решения задач, выдвигаемых современными вызовами. Создание условий для качественного образования, а затем для профессионального, научного и творческого роста учителя – это ключевые требования, определяющие не только современные состояния, но и будущее нашей страны. В связи с этим, организуя на открывающемся сегодня форуме площадки для обсуждения этих проблем, российскими и зарубежными учеными мы надеемся создать условия для тесного общения исследователей из разных стран мира, изучения того передового опыта и лучших практик, которые формируются в самых разных университетах. С другой стороны, мы хотели бы более полно представить свои результаты в этой области с целью их анализа и оценки собравшимися здесь профессиональными нашими коллегами, целым профессиональным сообществом. Тем более, что вопросы подготовки учителей мы определили в качестве важнейшей социальной миссии нашего университета и готовим сегодня 75% педагогов для региона, обучая 9 тысяч студентов практически для всех предметных областей общеобразовательной школы. Надеюсь, и об этом я смогу, наверное, более подробно рассказать немного позже в своем докладе, а сейчас же хочу сказать, что ежегодное проведение столь представительного мероприятия, как Международный форум по педагогическому образованию в Казанском федеральном университете представляет, на мой взгляд, исключительно важные и значимые события для всей системы российского образования. Отрадно отметить, что с каждым годом форум становится все более известным в мире, и в этом году на него заявились ученые из более чем 60 российских и зарубежных университетов. В Казань приехали педагоги из различных регионов Российской Федерации, высококвалифицированные исследователи из Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Ирландии, Словении, Австрии, Германии, Турции, Китая, Казахстана, Армении. Все страны представлены на этом слайде, который вы можете увидеть. В качестве спикеров на Третьем международном форуме по педагогическому образованию выступят представители университетов Оксфорда, Глазго, Дрездена, Майами, Дублина, Софии, Пекина, Люблины и других престижных университетов мира. В работе форума принимают участие представители правительства Республики Татарстан, Российская Академия Образования, руководители ряда российских вузов, многие из которых еще будут в течение сегодняшнего дня и завтрашнего пребывать, поскольку понятно, что люди достаточно заняты и будут приезжать только на те мероприятия, где сами будут участвовать. Особая честь для нас участие в форуме президента Европейской Ассоциации исследователей в области образования, президента Международной Ассоциации исследований педагогического образования, директора по международному развитию издательства Вайлэй, представители ряда международных журналов. Однако, я думаю, что одна из самых представительных международных конференций по образованию в России, это именно наша на сегодняшний день конференция, поскольку она объединяет как людей, которые готовят учительские кадры, так и тех людей, которые непосредственно работают сегодня в школах. В рамках форума состоится три крупные международные научно-практические конференции, посвященные таким темам, как непрерывное педагогическое образование в современном мире, социально устойчивая и безопасная среда для детей, транснациональной и региональной адаптации детей-мигрантов, поскольку этот вопрос сегодня также стал достаточно актуальным для школ, как Татарстана, так и России. Более чем 350 докладов, которые будут сделаны на форуме, найдут освещение самые актуальные вопросы подготовки современного учителя. Желаю участникам нашего третьего международного форума по педагогическому образованию успехов, достижения поставленных целей, реализации творческих планов и продуктивной работы по повышению качества подготовки учителей, а также плодотворного общения и принятия перспективных решений. Надеюсь, что здесь будут выработаны новые подходы, установлены научные контакты. Вы сможете ближе познакомиться с историей нашего университета, с культурной жизнью нашей тысячелетней Казани и нашей республики, поскольку для вас подготовлены специальные программы по вашему желанию. Большое спасибо и хорошей нам всем с вами работой. Уважаемый Илья Шатровкатович, мы сердечно благодарим вас не только как ректора Казанского федерального университета, но и как президента Международного форума по педагогическому образованию, как человека, начавшего свой научный путь в качестве преподавателя педагогического института, понимающего проблемы подготовки учителей и всемирно помогающего решать все актуальные проблемы педагогического образования. Спасибо. Слово предоставляется заместителю премьер-министра Республики Татарастан, министру образования и науки Республики Татарастан, Фатахову Энгелю Наваповичу. Добрый день, уважаемые участники и гости Третьего международного форума по педагогическому образованию. Разрешите озвучить приветственный адрес президента Республики Татарстан Рустам Нургалевича Миниханова, участникам Третьего международного форума по педагогическому образованию. Рад приветствовать вас в городе Казани. Татарстан уверенно входит в число наиболее инновационных регионов Российской Федерации, имеет мощную экономическую основу, устойчивую социальную политику и стабильный уровень жизни населения. В образовательной системе Республики трудятся десятки тысяч педагогов. Татарстан традиционно числи лидеров страны по качеству образования. Мы гордимся достижениями наших учителей и их учеников. Сегодня в школах происходят масштабные изменения, внедряются новые стандарты обучения, обновляются содержания и технологии образовательного процесса. Международный форум проходит очень своевременно. Новые идеи в образовательном процессе, яркие проекты по сохранению человеческого капитала и потенциал молодого поколения сегодня во многом определяют динамичность и эффективность развития нашей страны. Работа форума ориентирована на повышение квалификации педагогов и развитие лучших практик, формирующих интеллектуальные, физически и духовно развитые, патриотичные, активные и креативные поколения. Уважаемые педагоги, мы возлагаем на вас серьезную ответственность. Желаем вам плодотворной работы, успехов и новых интересных решений. Президент Республики Татарстан Рустам Нургалевич Мениханов. Безусловно, в настоящее время система образования и ее инновационная модернизация находятся в фокусе внимания всех, без исключения стран мира. За последние годы многое сделано для модернизации инфраструктуры образовательных организаций. Только Республика Татарстан мы ежегодно вкладываем около 4 миллиардов рублей в капитальный роман и строительство новых образовательных организаций. Проводится работа по внедрению новых образовательных стандартов, новых технологий преподавания и оценки образовательных результатов. Но мы понимаем, что без создания эффективной системы профессионального роста учителей и развития лидерства мы не сможем активно двигаться дальше. В Татарстане реализуется стратегия развития до 2030 года, которая определяет человеческий капитал в качестве главного драйвера модернизации региона. Таким образом, система образования признается основным механизмом развития республики. При этом качество человеческого капитала в самой системе образования оказывается ключевым фактором. Калификационный уровень педагогических кадров определяет, насколько то, что происходит в классной комнате, соответствует высоким требованиям, которые мы предъявляем к результату образовательного процесса. Именно поэтому большинство реформ в сфере образования, которые проводятся ведущими странами мира, сегодня направлены на привлечение лучших учителей в школы и обеспечение их закрепления профессии и непрерывного профессионального роста. Республика Татарстан является одним из регионов-лидеров развития системы общего образования Российской Федерации. Это проявляется и в результатах государственной итоговой аттестации, по которым мы стабильно входим в пятерку лучших, и по результатам заключительные этапы российских олимпиад школьников, по которым на протяжении последних пять лет мы занимаем третье место в России. В целях внедрения новых образовательных технологий мы активно сотрудничаем с лучшими российскими экспертами и международным сообществом. Сегодня создана региональная система оценки качества образования. В 2015 году мы завершили крупный трехлетний проект, реализованный совместно с сингапурской компанией ЭДИКИЭД, который позволил нашим учителям приобрести навык применения наиболее современных методик преподавания. В достаточно короткое время мы смогли начать маленькую революцию в классной комнате. Сегодня мы продолжаем культивировать практику применения передовых технологий, увлекать в нее новых педагогов. В то же время наибольшее количество проектов за последнее время было реализовано в целях поддержки кадрового развития республиканской системы образования. Мы выработали механизмы реализации политики на всех этапах подготовки и профессиональное развитие руководителей в сфере образования и учителей. В феврале 2015 года был проведен Совет безопасности Республики Татарстан по вопросам повышения качества общего образования, который увеличил уровень ответственности регионального министерства за качество образовательного процесса и дал ему ряд дополнительных возможностей по управлению муниципальными образовательными системами. Эти возможности связаны с обязательным согласованием с министерством кандидатом на должности руководителей муниципальных органов управления образованием, а также директоров базовых школ. Мы понимаем, что качество образования на школьном уровне всегда зависит от сильного лидерства и профессионализма учителей. Поэтому разработали систему оценки управленческих компетенций. Такая система позволяет не только определить готовность кандидата занять управленческие позиции, но и сформулировать западающие зоны компетенции у руководителей для реализации уровневых программ повышения квалификации. За последние два года ассистмент и повышение квалификации прошли 1200 директоров, заместителей директоров наших школ и управленцев муниципального уровня. По отдельной программе обучается кадровый резерв. Для повышения качества подготовки и обеспечения профессионального развития наших учителей мы реализуем целую линейку мероприятий от профессиональной ориентации школьников до стимулирования профессионального роста опытных учителей. С прошлого года мы начали реализацию программы целевого обучения будущих педагогов по дефицитным для республики предметам, в том числе для преподавания в билингвальной образовательной среде. В рамках целевого обучения студентам выплачивается степень размера 15 тысяч рублей ежемесячно. При этом после окончания вуза выпускники должны проработать в закрепленной за ними школе не менее 5 лет. Вовремя обучения со студентами мы проводим дополнительные работы в зимних и летних школах. Следующий этап – это модернизация самих образовательных программ. Нам необходимо не только увеличить количество практических занятий, увеличить объем времени, проводимый студентам в школе. Необходимо изменять сам формат обучения, увеличивать количество тренингов, мастер-классов, семинаров, кардинально повысить субъектность студентов на занятиях. Необходимо понимать, что формат обучения учителей задает модель их собственного дальнейшего поведения в классной комнате. Если учитель привык на коллекционном занятии, пассивном получении знаний, то он будет воспроизводить этот формат и в дальнейшем. А это недопустимо с учетом введения новых федеральных образовательных стандартов. Безусловно, учитель должен быть ролевой моделью для учащихся. Поэтому, собственно, профессиональная компетентность является лишь одним из качеств, которые мы хотим видеть в учителе, который приходит к нам в школу. В том числе для стимулирования наших вузов к модернизации программ подготовки. В прошлом году мы впервые провели профессиональные сертификации выпускников педагогических направлений наших вузов. При проведении сертификации мы определяем сформированность у выпускников практикоориентированных педагогических компетенций. Сертификат в наряду с дипломом вуза должен стать важными сигналами для директоров школ о профессионализме молодого учителя. В этом году мы продолжим эту практику. Выпускники, прошедшие сертификацию, с текущего года на льготных условиях смогут получить грант «Наш новый учитель», предполагающий на отбавку к заработной платы до 10 тысяч рублей в месяц в течение первых трех лет работы в школе. Благодаря нему с 11-х годов в школу республики приличено более 1200 молодых талантливых педагогов. Далее действует линейка из четырех грантов. Старший учитель и учитель-мастер для педагогов первой квалификационной категории. Эти группы грантополучателей реализуют программы профессионального развития и осуществляют проектную деятельность с учащимися педагогами высшей квалификационной категории, получателей грантов, учитель-наставник, учитель-эксперт, осуществляют наставническую поддержку молодых учителей и экспертную деятельность в предметных комиссиях на республиканском уровне. Кроме того, мы реализуем целевые грантовые проекты «Лучший металлист», «Лучший директор» и «Успешная школа». Указанные гранты стимулируют профессиональный рост учителей, и мы фиксируем это в период аттестационных процедур. Эти процедуры, благодаря развитой информационной инфраструктуре нашей республики, мы полностью перевели в электронный формат. В рамках реализации мероприятий региональной системы оценки качества образования мы ежегодно проводим тестирование подавательских работников базовых школ республики. Диагностические тестирования проверяют знания в учителем содержании преподаваемого предмета. Итоговые результаты тестирования мы рассматриваем только обобщенно. Они направляются в муниципалитет, для организации методической работы и являются ценным ресурсом для разработки программ подготовки педагогов и повышения квалификации. Важнейшим фактором роста качества образования является создание эффективной системы непрорывного профессионального развития педагогов. Уже третий год мы совершенствуем персонифицированную систему повышения квалификации, через которую ежегодно проходит 20 тысяч учителей. Каждый педагог республики зависит как на этапе формулировки тем и содержания курсов, так и на этапе выбора уже сформированных программ. Причем сами программы также ежегодно подвергаются жесткому экспертному отбору. Мы практически уходим от лекционных форм повышения квалификации к командному обучению и стажировкам на базе наших лучших школ. Необходимо продолжить культивировать в школах практики сотрудничества совместного анализа образовательной деятельности и взаимного обучения. При реализации всех этих направлений работы для нас важная базовая рамка компетенции, которыми должны обладать учителя. Поэтому мы безусловно ожидаем как новую версию профессионального стандарта учителя, так и внедрение национальной системы учительского роста, которая должна позволить создать прозрачный, понятный, а главное, предсказуемый для всех педагогов механизм формирования карьерных траекторий и профессионального развития. Уважаемые коллеги, все обозначенные направления работы и задачи универсальны. Они стоят перед многими руководителями в сфере образования. Поэтому уверен, что они будут так или иначе обсуждены на предстоящих секциях и круглых столах. В завершении всем гостям и участникам форума я хочу пожелать успехов в работе в следующие несколько дней. Надеюсь, что те теоретические и практические решения, к которым вы придете в результаты обсуждения, найдут свое применение в научной работе или в государственной политике. Также всем гостям желаю успеть насладиться в замечательном городе Казань, который, как и образование, имея многовековую историю, постоянно изменяется, силуя ритму современной жизни. Спасибо за внимание. Уважаемый Энгель Навапович, мы высоко ценим и дорожим вашей ежедневной работой в должности министра по поддержке молодых и будущих учителей. И мы уверены, что те беспрецедентные программы по поддержке молодых учителей, которые реализуются в нашей республике, дадут свои позитивные плоды. Я хочу с особым чувством пригласить к трибуне еще одного дорогого для нас человека, депутата Федерального собрания Российской Федерации, Олега Викторовича Морозова, человека, который, судьба которого, студенчество, тесно связаны с Казанским Федеральным университетом и поддержку которого мы также ежедневно ощущаем в стенах нашего университета. Олег Викторович, прошу вас. Уважаемые дамы и господа, уважаемые коллеги, преподаватели, студенты Казанского университета, я, безусловно, испытываю чувство гордости, что являюсь выпускником этого замечательного учебного заведения. С полным основанием могу сказать, что Казанский университет – это организация, которая известна не только в России, но и далеко за ее пределами. Я сам неоднократно мог в этом убедиться, когда бывал в своих зарубежных поездках и с гордостью представлялся как студент, выпускник, аспирант, доцент, преподаватель Казанского университета. Я принял это приглашение не только потому, что являюсь действующим законодателем, членом Совета Федерации, выступить с приветствием на вашем форуме, но и потому, что у меня есть личный опыт преподавательской работы, в этом смысле я ваш коллега. Мне не довелось работать учителем в школе, но я готовил преподавательские кадры, которые потом работали в школах. И я могу с полным основанием сказать, что и сегодня, и вчера, и, безусловно, завтра, профессия учителя останется в центре нашего мироздания. Более того, мне кажется, что значение этой профессии, значение личности учителя будет только возрастать, ибо достаточно посмотреть на современный мир, посмотреть, как он сегодня расколот, посмотреть, с какими вызовами он сталкивается, чтобы понять, либо мы научимся говорить на одном языке, научим это делать наших детей, тех, кто придет в школу завтра, выйдет из этой школы, пойдет в свою профессию, и тогда мир будет более безопасный, более комфортный. Либо мы это не сделаем, и тогда нас ждут еще большие вызовы. Почему так важно, что проблемы учительства, образования обсуждают именно представители разных государств? Именно потому, что, как мне кажется, нам нужно научиться разговаривать на одном педагогическом языке, понимая, что мы решаем одну общую цивилизационную задачу. И мне кажется, очень важно для меня, как для законодателя, человека, который голосует за те или иные законы, услышать вот этот социальный заказ. Перед началом этого форума ко мне подошли журналисты и спросили, а какие еще реформы ожидают нашу систему образования в России? Я ответил, а вас самих слово реформа не пугает? Ведь все-таки это, знаете, такой очень острый скальпель, и сама система, она очень чувствительная. И, наверное, в нее нужно вторгаться только тогда, когда у тебя к этому есть серьезные основания. Мы уже много натворили в этой системе, с чем приходится потом сталкиваться, исправлять, на марше менять, понимая, что что-то сделали не так. Поэтому я, как законодатель, как действующий политик, отношусь к такого рода форумам, к сообществу профессионалов, которые обсуждают свои профессиональные проблемы, именно как к социальному заказу. Очень хочется понимать, как правильно действовать для того, чтобы наша политическая система, наши законодатели, принимая те решения, которые будут затем приводить к успеху в системе образования, давать позитивный результат и как раз способствовать решению той задачи, о которой я сказал. И она общая, вот надо это понять, что она общая и для нашей республики, и для огромной России, и для всего мира, потому что мы формируем будущее нашей планеты, мы формируем ту систему отношений, которая сделает наш мир, нашу цивилизацию, либо более успешной, либо, наоборот, будет толкать ее к новым вызовам. Поэтому я и хочу услышать этот заказ, получить эту задачу и с полным пониманием того, что надо делать, дальше заниматься своей профессией. Успехов вашему форуму! Спасибо! Искренние слова благодарности, примите, Олег Викторович. Я бы хотел отметить, что десятки студентов педагогических вузов республики Татарастан в разные годы были лауреатами почетной морозовской стипендии. И сейчас мы проследили судьбу этих студентов. Они отличные учителя. Олег Викторович, вам за это огромное спасибо. На нашем международном форуме присутствует большое число зарубежных гостей, о которых уже сказал наш ректор. И я хочу предоставить слово доктору наук, профессору факультета социальных и поведенческих наук Университета Утрихта, президенту Европейской ассоциации исследований в области образования, господину Тео Вублсу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я передаю вам приветствия от всех ассоциаций в Европе, которые являются членами ИРА. ИРА, Европейская ассоциация педагогических исследований, это ассоциация ассоциаций. И у нас порядка 30-40 членов таких же ассоциаций со всей Европой. И политика ИРА состоит в том, чтобы включать все страны, которые подписали культурное соглашение Европы. И Россия пока не является членом этой ассоциации, конечно же, нам жаль, но... И поэтому я очень рад, что я приехал сюда. И сначала я побывал в Москве, там я провел... Я встретился с Аргадием Марголесом и еще с ним коллегой, который будет также выступать с докладом. И мы говорили уже о том, как нам ввести члены Российской ассоциации. Они мне сказали, что вскоре это будет возможно, и вы станете членом этой ассоциации. Они уже являются кандидатами в эту ассоциацию, и в дальнейшем станут полными членами, и вы получите все привилегии, которые имеют член ассоциации нашей организации. ИРА... Основная деятельность ИРА направлена на проведение ежегодной конференции по педагогическому образованию, исследования в этой сфере, и в этом году она пройдет в конце августа в Копенгагене. А в следующем году она состоится в начале сентября в Бальзане, в Италии. И порядка трех тысяч исследователей не только из Европы, но и со всего мира будут участвовать и участвуют в этой конференции. Это крупнейшая конференция в Европе. Я надеюсь, что я многих из вас увижу на этой конференции в Бальзане и в Копенгаге невозможно это слишком рано, пока вы, может быть, не успеете приехать, но в Бальзане я надеюсь увидеть многих из вас. Вся наша деятельность ИРА направлена на развитие и поддержку молодых исследователей. Мы называем их будущие исследователи, ученых, студентов магистратуры и кандидатов наук. То есть мы работаем со школами, где мы можем узнать о тех методиках исследований, которые они используют, и той исследовательской работе, которая там проводится. В центре у нас составляется порядка 30 тематических групп или ассоциаций, которые ориентированы на различные направления в педагогическом образовании. Одна из них, например, концентрируется на преподавателе подготовки учителей. Мы занимаемся также здравоохранением, дидактикой. Пожалуй, любую тему, какую вы назовете, а мы ее охватываем. И мы занимаемся. Мы также проводим небольшие конференции, и для нас будет большая честь, если вы сможете принять участие в такой конференции. У нас есть журнал по европейскому педагогическому образованию, который публикуется с Эйдж. Мы сотрудничаем с другими издателями для того, чтобы наладить сотрудничество с узконаправленными журналами. У нас есть соглашение с журналом по обучению в области здравоохранения. Кликует наши статьи с нашей конференции. В скором времени исследовательская российская школа станет частью ИРО. Мы включили порядка 40, уже у нас в составе порядка 40 стран. По-прежнему, конечно, хотим расширяться. У нас будет еще 8 дополнительных новых членов. Мы не думаем, что они станут членами ИРО, но есть небольшое количество небольших стран. Люксембург только стал недавно членом, кандидатом в члены ИРО. Еще несколько в скором времени ими станут. ИРО одна из самых главных организаций. Я лично работаю, Украина станет одной из таких стран. Я был там несколько месяцев назад. Я был в Казахстане для того, чтобы в рамках одной из конференций. И в следующем году, я надеюсь, будет общая конференция для всех стран-участниц. У нас есть прекрасная программа. Вы узнаете о самых последних разработках в сфере педагогического образования. Дэвид Бридж передал свое приветствие Украине. Есть определенное содержание очень важной миссии в этой конференции, когда вы встречаетесь с своими коллегами не только из России, но и из других стран. Это не только интеллектуальное, но и социальное мероприятие. И я надеюсь, что вы получите приятное интеллектуальное наслаждение и вы сможете много подчеркнуть. Большое спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Международной Ассоциации исследований в области педагогического образования и обучения доктору наук доценту Университета Миньо, Португалия Марии Флорыш. Продолжение следует... Уважаемый ректор Казанского университета, уважаемый заместитель премьер-министра, министр образования и науки Республики Татарстан, уважаемые представители Республики Татарстан в Федеральном Совете Российской Федерации, уважаемый президент Образовательной Ассоциации, участники конференции, студенты, преподавательные, друзья. Для меня большая честь быть сегодня здесь. И от лица нашей организации я хочу приветствовать вас на нашем форуме. Я благодарю за возможность участвовать в этой конференции, в этом прекрасном месте. Мои поздравления с этим событием. И я с удовольствием поделюсь своими знаниями о Ассоциации учителей и преподавателей. Она была основана группой исследователей, которые занимаются вопросами образования. И наша миссия – это продвигать и предлагать эмпирические исследования в области подготовки учителей и педагогического образования. И это вносит понимание в формирование этой области, и мы продвигаем качественное образование, и мы предлагаем обучение на месте и другие аспекты непрерывного обучения и образования. Мы представляем исследовательское сообщество в 55 странах на всех континентах, и в нашу ассоциацию входит 300 участников. У нас есть представители во всех странах по всему миру, и для меня большая честь сообщить, что Россия также становится участником. Я хочу поблагодарить профессора Розу Алексеевну Валееву за ее вступление в эту ассоциацию. Я думаю, что наше сотрудничество будет плодотворным. ИСАД – это международная школа, присутствующая на всех континентах, и в данный момент я являюсь председателем этой ассоциации, хотя я сама из Португалии. У нас есть участники из Канады, представители администрации, включают членов из Гонконга, Южной Африки, Америки, Бельгии, Бразилии. Вы видите, что это международное исследовательское сообщество. Я могу представить вам свои книги о предыдущих конференциях и организациях. И если вы еще не являетесь членом нашей ассоциации, пожалуйста, загляните на нашу страницу, и у вас будет возможность вступить в нее, у вас будет возможность принимать участие в конференциях. Вы можете получать журнал, можете получать подписку на журнал образовательных технологий, и вы можете сотрудничать и получать возможность выиграть гранты. И вы также можете получать наши рассылки об участии в международных и региональных конференциях. И последняя конференция проходила в Бразилии, Бельгии, Латвии и так далее. И я думаю, что преимущества участия понятны, и мы очень заинтересованы в сотрудничестве, и мы приглашаем всех в вступление в нашу ассоциацию. И ИСАД, это большая возможность, 20 лет назад была и для меня. Поэтому я думаю, что эта конференция и сотрудничество в области образования и обучения сталкивается с глобальными задачами и требованиями, поскольку мы учим учителя 21 века, и мы обсуждаем эти вопросы с различных сторон. Улучшение качества образования на всех уровнях образования остается ключевым вопросом для нашей ассоциации. И мы предлагаем различные возможности для учителей и для студентов. Эта конференция включает огромное количество презентаций по качеству образования, и мы предлагаем различные взгляды на процесс образования и на процесс подготовки учителей. Это включает ориентирование на будущее образовательной системы по всем секторам образования. Я также хотела бы пригласить вас на следующую конференцию, которая будет проходить в Саламанке, в Испании, в июле 2017 года. Может быть, для вас это будет сложно в этом году, но в следующем году, в 2019 году, конференция, следующая конференция АИСАД, возможно, будет проходить в Казани. Я очень на это надеюсь, что это произойдет. И, пожалуйста, участники ассоциации, проголосуйте за возможность проведения конференции в Казани. Я буду очень счастлива приехать сюда снова и принять участие в этих мероприятиях. И еще раз хочу поблагодарить за возможность побывать здесь у вас и за ваше господиноприимство. Господа Флорыш, мы благодарим вас за теплые слова. Уважаемые коллеги, на этом церемония открытия третьего международного форума по педагогическому образованию завершается. Мы благодарим всех выступивших за теплые напутствия в адрес нашего форума. И надеюсь, что те ключевые постановочные моменты, которые прозвучали уже сегодня, определят работу нашего форума. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok